В Бурабае состоялся уникальный экстремальный марафон. Участники с разных концов света приняли участие в забеге, аналогов которому в Акмолинской области еще не было. Подробнее о ледяном забеге расскажет мой коллега Василий Павлиги. Прямо у меня за спиной сейчас разминаются спортсмены, которые будут участвовать в забеге по ледяной глади озера Бурабай. Они будут бегать на расстоянии 7, 14 и 21 километр. Всего примут участие больше 200 спортсменов-любителей из 6 стран мира, в том числе даже из Соединенных Штатов Америки. Прибыло 16 человек в составе делегации. Людей действительно много. Если за пару дней до забега было известно о 200 заявках, то на самом марафоне участвовало более 500 человек из разных стран мира. Среди участников нет профессиональных спортсменов, выступали исключительно любители. В числе бегунов из Чехии присутствовал даже посол этой страны в Казахстане вместе со своей супругой. Иностранцы высоко оценили уровень организации соревнований. Я зарегистрировалась на дистанцию 14 километров. Сама я уже 7 лет живу в Астане и каждый год приезжаю сюда, чтобы навестить друзей и насладиться природой Бурабая. Я буду рекомендовать эти соревнования своим друзьям, ведь этот забег по ледяному озеру действительно уникальный. Сейчас живу в Астане, вообще я из Владивостока. У нас там давно уже проходят забеги по льду, по морскому льду. Они даже более масштабные, там намного больше людей. Мне это не впервой бегать, и не впервой бегать именно в такой форме. Мне, конечно, очень интересно, планирую, сам планирую звать сюда друзей, потому что очень красиво, интересно, здорово. 5, 4, 3, 2, 1, лёгкий пункт, поехали, поддерживаю, друзья! Погода значительно вносила свои коррективы в забег. Но открытая местность, большое количество снега и сильный ветер – всё это только закаляло бегунов. Организаторы отмечают основной целью мероприятия – популяризацию здорового образа жизни и привлечение внимания к экологической обстановке в стране. Также в планах сделать этот турнир в Бурабае традиционным. Мы хотим расширяться, мы хотим масштабировать, мы хотим, чтобы было интереснее, больше, больше людей, чтобы было красивее. Это самый плоский полумарафон, как ни странно, потому что на льду совершенно нет возможности набора высоты. Но есть нюанс в том, что здесь холодно, здесь снег, здесь лёд и ветер. Чтобы не замёрзнуть, участники несколько раз разминались перед началом соревнований, а также всем были предоставлены горячие напитки. По итогам всех стартов победителями стали Тимур Иртюхин из Алматы в дистанции 7 километров. Лучшим в 14-километровом забеге стал Владимир Экерт из Астаны. Житель столицы Юрий Швец стал лучшим в полумарафоне, а в скандинавской ходьбе на 7 километров всех опередил житель Кокшетау Казбек Юлюбаев. Василий Павлиди, Алишер Шакубаев, Кокщик Парад.